Вместе с выпускниками школы и гимназии Бреста со списанными тетрадями и уроками прощались и в не совсем обычном институте. Его студенты предпочли поменять дачу на парту, а пенсионное удостоверение на новые знания и открытия. Слушатели института третьего возраста в этом году окончил обучение 631 человек. И пока они решают, какие новые направления выбрать на следующий год, администрация подводит итоги. Они впечатляют. Мы провели областной слет скандинавской ходьбы, который стал уже республиканским. Мы провели интеллектуальную игру «Что, где, когда» инклюзивную, в которой принимали участие не только граждане пожилого возраста, но и граждане с инвалидностью. У нас было несколько выставок художников нашего института. Нам удалось создать волонтерский отряд. Многие граждане пожилого возраста уже не первый год приходят к нам и изучают иностранные языки на разных уровнях. Поэтому сегодня иностранный язык это не только для начинающих, но также для тех, кто развивается в этом отношении. Мы стремимся включать, более активно включать пожилых граждан в цифровое информационное общество. И поэтому компьютерные курсы, с которых мы начинали, сегодня приобрели другие контуры. Николая и Тамару Чайковских пенсионерами назвать очень сложно. Кажется, только своим внешним обликом они делают жизнь ярче и вдохновляют других. Не сидите дома. Столько есть возможностей. Особенно в нашем институте третьего возраста есть столько разнообразного занятия. Потому что дома это уныние, это плохое настроение, стресс и тому подобное. Здесь вы все это снимете и будете воглухать, и будете жизнерадостны, красивы и здоровы. Не надо считать года. Да, просто ходить, просто, как говорится, заниматься, наслаждаться, радоваться жизни. Компьютерная грамотность, лингвистика, физическая активность, творческие мастерские, музыкально-театральное, историко-культурное направление. Это неполный список занятий, к слову, многие из которых сегодня успешно выходят за рамки института. К примеру, танцевальное направление и изобразительное искусство. Совсем недавно слушатели курсов пробовали рисовать обычным карандашом простейшие эскизы и незатейливые рисунки. А сегодня их работы выставляются в музеях города. Сидеть на лавке, сплетничать или заниматься каким-то делом. Это тем более, что мои рисунки приносят радость моим родственникам. Я им всем дарю, у них во всех комнатах по несколько штук, и они радуются. Это как мое хобби. Я не привязана к телевизору или к лавочкам, а я сижу вот или на пленеры куда-то иду. Масса впечатлений, и все это пытаюсь отобразить в своих картинах. 60-65-70 возраст, который принято ассоциировать со старостью. Герои этого сюжета доказывают, что жить после пенсии можно и нужно ярко и интересно. Возможность стать слушателем института есть абсолютно у каждого активного пенсионера Бреста. Вы все активные, креативные, талантливые, опытные и мудрые. Именно вы, именно такие люди нужны нашему городу. Я твердо уверена в том, что если человек счастлив, если он занят хорошими полезными делами, то старость отступает.